Депутаты Югры выпустили пар, вернее запретили его. В округе ограничили продажу вейпов и никотиновых жидкостей несовершеннолетним. Такое решение парламентарии приняли сегодня на очередном заседании Кружной Думы. Подробнее о новых законах в материале Василия Сысуева. В полку депутатов убыло. Сегодня сразу два парламентария попрощались со своими креслами в Кружной Думе. Свои мандаты сдали Сергей Качкуров из Единой России и Евгений Марков из ЛДПР. Первый ушел по собственному желанию на руководящую должность в крупной нефтяной компании. А вот представитель либерал-демократов теперь будет работать в Госдуме. Депутаты поддержали решение коллег и пожелали продуктивной работы в новом качестве. Риторика не изменится. Скорее всего, даже с моим присутствием в Государственной Думе она, возможно, даже и увеличится, улучшится. Я понимаю, какой инструментарий у меня появляется, какой депутат уже в Государственной Думе. Я прекрасно знаю все болевые точки территории. И понимаю, как мы их хотим решить. Парламентарии приняли закон, который ждали многие родители. В Югре запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкостей с никотином. В дополнение к этому депутаты внесли поправки в административный кодекс. Теперь, если коммерсантов поймают на продаже запрещенных товаров, им грозит штраф до 20 тысяч рублей. Лицам, не достигших 18 лет, они имели право это все приобрести. Для того, чтобы все-таки быть последовательным в части сохранения здоровья молодого подрастающего поколения, введена эта норма запрещающая. Плюс ко всему мы приняли еще и закон, который регламентирует административную ответственность за нарушения. Кроме того, в регионе усилили финансовый контроль за фондом капитального ремонта Югры. Отмечу, что за все время работы регионального оператора с Югорчан было собрано более 12 миллиардов рублей. Стоимость работ только в этом году приближается к отметке в 9 миллиардов. Чтобы грамотно и без задержек эти деньги доходили туда, куда нужно, счетной палате округа разрешили ежегодно проявлять деятельность фонда капремонта. Достаточно крупные суммы собираются в фонде капитального ремонта. И такого официального права контроля со стороны счетной палаты в нашем законе зафиксировано не было. Поэтому на сегодняшний день, вы знаете, что фонд капитального ремонта создан буквально недавно, то есть несколько лет тому назад. Поэтому сегодня мы внесли такое изменение, то есть узаконено право счетной палаты проверять формирование и расход фонда капитального ремонта. Еще в регионе станет больше тепла. Депутаты приняли новый закон о заготовке дров для отопления надворных построек. Речь о банях и сельхозстроениях. Теперь, чтобы их отопить, югорчанам разрешили заготавливать дополнительно 5 кубических метров древесины. Для этого нужно будет получить лесорубочный билет. Василий Сысуев, Дмитрий Макаров, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.